Счастливый сегодня день выдался, признается первоклассник Максим. В магазине только он и котилка. Скорее к полке с трансформерами. Десептиконы это те, кто ненавидит всех, то есть автоботов. А автоботы это хорошие. Оказалось, что трансформеров у Максима почти полная коллекция. Но ничего, можно выбрать игрушку из другого сериала. Бентен. Упали часы, которые он надел, они не снимались, он нажимает на что-нибудь и превращается в какого-либо героя. Выбор сделан. Бентен в образе Человека-огня отправляется в корзину. А Максим на поиске отдела с конструкторами. А, вот он нашел. Так же быстро Максим определился с конструктором. А потом... Потом решил вернуть игрушку из серии Бентен. Разделся и вернулся к баночкам с Лего. Самый хороший. Так. Нету, 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 нету. О, вот этого. Себе угодил, можно и о братике подумать. Ему Максим решил купить погремушку или прорезыватель для зубов. Как и положено, обращает внимание на возраст. Ой, Тёме еще не 18, Тёме 7. В игрушках для малышей первоклассник разобрался легко. Я возьму вот эту игрушку для Тёмы. Покупки сделаны, можно идти на кассу. Ого, денег вам уже накопил. Кассир Евгения такому способу оплаты не удивляется. Часто приходят дети с копилками, копят определенную на какую-то покупку. Мама Максима предполагала, что сын потратит сбережения на что-то подобное. Первый опыт показал. Ребенку можно доверять поход в магазин. Ну дальше будем копить? Да. Ну всё. Но особенно приятно маме, конечно, что старший сын подумал не только о себе, но и о младшем братике.